МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Путин объявил о своем решении баллотироваться на предстоящих выборах президента России. В Чувашии на новость отреагировали вполне ожидаемо. Сегодня это единственная политическая фигура, способная объединить приверженцев различных точек зрения и сплотить представителей всех слоев населения. Именно с Владимиром Путиным большинство россиян связывают надежды на успешное социально-экономическое развитие. Я полагаю, что данные заявления ждали, потому что на сегодняшний день это как раз тот человек, от которого во многом зависят будущее страны, будущее народа. И очень многие, и в частности молодежь, молодое поколение, выполагает очень много надежд на Владимира Владимировича Путина. И полагаю, что данная кандидатура самая достойная. И именно Владимир Владимирович Путин выражает чаяние народа, причем всех слоев населения нашей Чувашской республики. По моему мнению, кандидатура Владимира Владимировича очень достойная. Владимир Владимирович состоялся как мировой политик. И сейчас, мне кажется, настало время переключиться на проблемы региональные. Уделите больше внимания местным вопросам, малым городам, регионам. Особенно важно, мне кажется, то, что следующий год объявлен годом добровольцы и волонтеры. Это означает особенное внимание гражданскому обществу и гражданской активности. Владимир Путин объявил 2018 год в России годом добровольца. Глава Чуваши Михаил Игнатьев встретился с молодыми семьями республики, которые участвуют в региональных проектах и добровольческих движениях. Все счастливые семьи и счастливы одинаково, писал Лев Толстой. Кроме этой общей черты, данные супружеские союзы связывают еще одно. Все они активисты и организаторы различных проектов, участники трудовых студенческих отрядов, волонтеры. Среди них и наша коллегия, семья Верияловых. Работу на телевидении, радио и различных мероприятиях они совмещают со своим новым проектом. И в день семьи, любви и верности, 8 июля, это, кстати, наша казачьяна свадьба, мы 4 года назад поженились в этот день, мы решили открыть центр планирования свадьбы семьи. Мы абсолютно бесплатно помогаем парой до свадьбы, во время свадьбы и после, консультируем, делимся нашим опытом и в перспективе создать коммерческую организацию «Молодые семьи Чувашки». Олеся Ларионова продвигает в республике трудовое студенческое движение, а ее супруг открыл свое кондитерское дело. Пирожными его производство угощали собравшихся. Та же самая начинка выращивается на своем огороде, там внутренняя начинка смородина, и все остальное, все остальное, все, большинство Чувашково производства начинает муки и заканчивая маслом. «Спасибо, что ты есть» – так называется специальный проект для семей, которые воспитывают детей инвалидов. Мама, она не думает о себе, то есть она больше времени посвящает детям, а этот проект направлен как раз на то, чтобы мама вспомнила о себе, то есть она посвятила себе какое-то время. В рамках этого проекта мы участвовали с детьми в фотосессии. Также в рамках проекта нас пригласили мам в театр. И действительно, давно я не посещала театр». Михаил Игнатьев рассказал молодым людям о новых мерах поддержки семей на федеральном уровне, в частности о ликвидации очередей в Ясли. «Президент России поставил задачу, чтобы дальше уже группы Ясли открывались, чтобы с полтора лет могли детей в Ясли отдать, а сами могли выйти на работу. Это тоже хороший очень посыл. Вчера буквально письменные поручения мы президент России уже получили. В феврале месяце, в 2018 году вся законодательная база будет принята». Семьям Михаил Игнатьев пожелал гармонии в доме, мира и взаимопонимания. Ольга Пырыщкина, Мальвина Петрова, Александр Петров, Республика. Сегодня глава Чувашии по приглашению министра транспорта Российской Федерации Максима Соколову принял участие в деловом завтраке на тему привлечения инвестиций в проекты транспортной инфраструктуры. Обсуждена проблематика формирования государственной программы развития транспортной системы, возможности реализации инфраструктурных проектов с использованием механизмов ипотеки и проектного финансирования. И в продолжении транспортной темы прокатиться с ветерком. Об этом уже не один десяток лет мечтают жители Новочебоксарска, с трудом добираясь в Чебоксары в часы пик. Люди постоянно жаловались, что автобусы ходят редко, маршрутки не всегда останавливаются на определенных остановках. Какие конкретные меры принимаются органами власти, чтобы раз и навсегда решить этот непростой вопрос? «Волгобаз» – это новый автобус вместимостью 111 человек и 29 пассажирских сидений. Сегодня он впервые вышел в рейс между Чебоксарами и Новочебоксарском. Едет по 101 маршруту, первый круг уже совершен. И мы сейчас узнаем с вами у водителя, какие у него первые впечатления езды на этом новом автобусе. Сокол – это конечная остановка для большинства междугородних автобусов и маршруток в Новочебоксарске. Здесь пока народу не очень много, едем дальше. Постепенно люди занимают сидячие места. А заметили, что автобус сегодня новый? Заметил, конечно. Что вы можете сказать? Как-то это поможет ситуации вообще? Ну, конечно, автобус побольше, народ побольше влезет. Все хорошо. Здесь пустой, там дальше народ набирается. Хорошо, с одной стороны, но все равно вот этот промежуток между автобусами не устраивает. Между 101-м? Да, не устраивает. Вообще тяжело ехать? Очень. На остановке «Каблучок» народу становится значительно больше. Автобусы дешевле. Нет такого стопотворения, стоять. Сидеть едешь обычно. Проезд 21. Пожалуйста. Но все понимают, чтобы проблема была полностью решена, таких автобусов нужно гораздо больше. Есть какие-то сложности? Ну, думаю, с приобретением новых автобусов этих сложностей не будет. А вы вместо маршрутки, например, выбрали бы автобус? Какие у вас предпочтения? Ну, хотелось бы на автобусе, конечно, но выбора нет. Приходится, что подойдет раньше на том и ехать. Сложнее всего уехать из Новочебоксарска в Чебоксары тем, кто живет в начале города. С конечной остановки до остановки туристов, воинов, интернационалистов в транспорте мест не остается. Я бы выбрала автобус, если бы ездили регулярно. В основном все маршрутки проезжают мимо, и очень мало тех, кто останавливается. При регулярности автобусных рейсов все пассажиры готовы отказаться от маршруток. К тому же «Волга-БАЗ» – более безопасный вид транспорта. Произведен на заводе Волгоградской области. Оборудован всем необходимым для перевозки людей с ограниченными возможностями. Сегодня на рейс вышли первые четыре автобуса, закупленные по государственной программе Чувашской республики, оплаченной из бюджета Чувашской республики, по переходу общественного транспорта на газомоторное топливо. В ближайшие 2-3 года рассчитываем изменения вообще общей системы организации дорожного движения, транспортного обслуживания и переход на такой тип техники. Два новых автобуса будут ездить по маршруту Чебоксара-Новочебоксарск, а другие два по столице региона в микрорайон Садовый. За последние два года это первое обновление автомобильного парка «Чувашавтотранс». На маршруте 101, 101-м экспресс и 156-м в день выходит до 15 автобусов. Мы хотим, конечно, усилить данное направление, но в связи с тем, что парк старенький, очень много автобусов стоит на ремонтах, и мы не сможем, не можем все обеспечить. За свои средства менять их не сможем. Списали 66 автобусов уже и 3 единицы спецтехники. В этом году 66 автобусов списали, в связи с тем уже, что износ стопроцентный. А так, весь парк у нас в основном износ больше 83%. Ну, надеемся только на правительство, на помощь государства. Поэтапная замена микроавтобусов в ближайшие годы на большой подвижной состав должна решить проблему пассажироперевозок из Новочебоксарска в Чебоксары. Татьяна Трофимова, Сергей Адышкин, Республика. Около 50 вопросов за полтора часа. Сегодня состоялась прямая телефонная линия с главой администрации столицы Алексеем Ладоковым. Больше всего вопросов поступило от жителей нового микрорайона Соляное. Этот район в последнее время активно застраивается. А следовательно, здесь появляется все больше новых жителей. Взрослым нужны магазины, детям школа и детский сад. Со временем в Соленом появится вся необходимая инфраструктура, уверен Алексей Ладоков. В ближайшее время решится вопрос с полным освещением на улицах. Этот вопрос держит на контроле и руководство республики. В Соляное переезжает много семей из жилья, признанного аварийным. К слову, в Чебоксарах уже завершился последний этап программы по переселению из аварийного жилья. Довольно новой квартирой и молодая семья, переехавшая по этой программе из барака на улицах Мельницкого в новый дом по улице Ленинского Копсамола. Они тоже позвонили на прямую линию. Это решение президента страны. Вы видите, все регионы, в том числе Чувашская республика, город Чебоксары, выполнили обязательства, предоставили квартиры. Поэтому для нас важна и обратная связь. Вы говорите, что заселились и в целом довольны. В целом, честно говоря, мы очень довольны. Но есть одно но. Через какое время официально должны включаться лифты? Лифты включаются за отдельную плату на определенное время до определенного этажа. По лифтам. То, что делается, делается незаконно. После ввода дома в эксплуатацию лифт должен работать. Но что обычно предлагает управляющая компания жителям? Она предлагает лифт остановить, для того, чтобы его новоселы не сломали. Начинает поднимать мебель, ковры, ломать стены, перестраивать квартиры, делать перепланировку. Вывозить это все на лифте. В итоге лифт зачастую останавливается, ломается. Кроме жалоб были и предложения. Например, жители предлагали открыть танцевальные площадки на открытом воздухе и обустроить новые места для прогулок. Случайно или нет, но уже во второй раз в адрес мэрии звучали слова благодарности. Я звоню от лица работников дополнительного образования. Я хочу выразить вам огромную благодарность за то, что в такое непростое финансовое отношение время вы про нас не забыли. Нашли дополнительные средства, чтобы повысить нам заработную плату. Мы выполняем указ президента страны Владимира Владимировича Путина. Поднимаем зарплату. Мы рады, что вы видите и цените подъем заработной платы. Но нужно отметить, что нагрузка вырастет. И мы будем больше требовать, больше спрашивать с педагогов дополнительного образования. Будем просить вас большего охвата детей, повышения качества предоставления услуг. То есть, если у нас совсем недавно зарплата была 14-15 тысяч, то сейчас будет она 21-22. Сразу разобраться с вопросами и предложениями, поступившими во время прямой линии, удалось лишь в нескольких случаях. Остальные переданы соответствующим структурам. Контролировать исполнение будет сам глава администрации. Галина Титарчук, Рассиль Мухаммедов, Республика. Более 1200 аварий, полторы сотни погибших, полторы тысячи раненых. В ГИБДД подвели итоги за 11 месяцев 2017 года. На улице наступила зима. Водителям пора осознать это и перейти на соответствующую манеру вождения. Пешеходам помнить, что дороги скользкие и тормозной путь в это время года длиннее. Начал пресс-конференцию начальник управления ГИБДД по Чувашии Владимир Романов. Всего за 11 месяцев этого года на дорогах республики произошло 1247 аварий. 145 по вине нетрезвых водителей. Это примерно на четверть меньше, чем в прошлом году. Также частая причина – выезд на встречную полосу. Вроде мы говорим, что пассажиры из пробок, но в столице республики зарегистрировали 3-4 такие ДТП. В результате которых погибло 5 участников дорожного движения. 57 получили ранения. Кроме того, водители и пассажиры зачастую пренебрегают ремнем безопасности. По этой причине с начала текущего года в ДТП погибли 43 человека. Еще 337 получили травмы. Кадеты Новочебоксарского лицея стали победителями всероссийского конкурса «Созвездие мужества». С лучшей дружиной юных пожарных страны познакомилась наша съемочная группа. Пожарная каска, куртка и паукомбинезон. Или просто боевка. Вот так на языке пожарных называется боевая форма. И надеть ее необходимо за 30 секунд. А уже дальше на улицу выполнять задания. Сегодня юные пожарные отрабатывают боевое развертывание рукава. Атака! Теперь по плану тушение пожара. Такие практические занятия проходят раз в неделю. Пласса препятствий, подъем по штурмовой лестнице, приема оказания первой помощи. В дружине пожарных, которая называется «ангелы в боевках», немало девочек. Вот и командир, девятиклассница Кристина Николаева. Меня не смущает нисколько то, что, некоторые говорят, что это не женская работа. Мне это нравится. Я люблю тушить пожар. Я люблю пожарные боевые развертывания. Мне это нравится. Я хочу идти дальше и исследовать свои опыты. В будущем я хочу стать спасателем, поступить в МЧС. В Кадетском лицее две пожарных дружины. Это «Ангелы в боевках» и «Академия огня». Впервые они появились 10 лет назад. И за эти годы доказали свою эффективность на деле. Когда были пожары за Волгой, в Арийских лесах, тогда наши дружины, хоть они были и маленькие, восьмые классы, вместе со взрослыми они участвовали и в ликвидации маленьких очагов пожаров, и, соответственно, в охране. В дальнейшем, когда человек уже формируется в 16, 17, 18 лет, он на выходе, появляется человек, готовый практически ко всем экстремальным ситуациям. Человек становится полупрофессионал. То есть он прошел первую ступень полупрофессионала. Эти ребята уже выбрали свой путь. Они уверены быть спасателем. Это не профессия, а призвание. Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы Республика. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова